Доброе утро! Здравствуйте! Приветствуем вас этим замечательным утром на календаре 8 января. Начинаем вместе новую рабочую неделю и, как всегда, двойной эспрессо для вас готовят. Вадим Киреев и Настя Зарицкая. У нашего утреннего напитка множество вкусных составляющих. Это свежие выпуски новостей, незаурядные советы, гороскоп, новинки из мира гаджетов и, как приятное дополнение, хорошая музыка. Оставайтесь с нами, и ваше утро пройдет в хорошей компании. Не переключайтесь. Принято считать, что понедельник день тяжелый. А я вот люблю понедельники, потому что в этот день всегда хочется начать делать что-то новое, завести хорошую привычку или избавиться от плохой. Да, Вадим, с тобой, в общем, не поспоришь. Вот только каждый день по-своему хорош. И дело здесь не в его названии, а в событиях, которые он несет. Итак, на календаре 8 января. А чем же этот день примечателен? Мы узнаем вместе, прямо сейчас, заглянув в календарь памятных дат. В этот день, 167 лет назад, французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, земля вращается вокруг своей оси. А сделал он это при помощи специального маятника. Фуко сконструировал прибор, состоящий из 5-килограммового шара из латуни, подвешенного к потолку на стальной проволоке длиной 2 метра. Запустив шар, физик отметил поворот плоскости качания его на несколько градусов, хотя никаких оснований для этого не было. Таким образом, Фуко сделал выводы, что наблюдается не что иное, как вращение Земли. Продолжаем тему всего космического. Сегодня день рождения у Стивена Хокинга. Английский физик и теоретик, и популяризатор науки всю жизнь посвятил исследованию пространственного времени, изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр. Несмотря на тяжелую болезнь, паралич всего тела и полную потерю речи, Стивен Хокинг не унывает и ведет активную жизнь, как в научном, так и в общественном плане. А еще физик известен своими прогнозами о будущем человечества. Так, по его мнению, Земле осталось всего 100 лет и посоветовал срочно искать другую планету. 8 января 1863 года президент США Авраам Линкольн написал знаменитое послание в защиту отмены рабства. Полтора века спустя оно стало одним из самых дорогих писем в мире, проданных с аукциона. Оно ушло с молотка за 748 тысяч долларов. Славу 16-му президенту Соединенных Штатов принесла его непримиримая борьба с рабством, а также освобождение чернокожих людей в стране. После этого многие называют Линкольна национальным героем. 8 января, оказывается, был ярким днем в истории. А еще в этот день родился король рок-н-ролла Элвис Пресли, человек эпоха, кумир и законодатель узнаваемого стиля. Да, чего сейчас стоят его белые костюмы, расшитые золотом. Один из них, кстати, был продан на аукционе за 300 тысяч долларов. Ничего себе, вот это я понимаю, наряд для корпоратива. Но сейчас не об этом. В 21 веке, на мой взгляд, показателем достатка стали гаджеты и девайсы. Ведь дорогие технопримочки далеко не каждый может себе позволить. А сколько новинок появляется каждый день. Зайдешь в магазин и просто глаза разбегаются. Именно о новациях сейчас и расскажем. Пришло время окунуться в мир высоких технологий. В Китае протестировали первый в мире пассажирский дрон. Квадрокоптер рассчитан на одного человека и багаж. Комплектуется летательный аппарат четырьмя электродвигателями. А доступ к нему обеспечивает специальная карточка. Кроме того, дрон складывается. По заверениям разработчиков, это позволит парковать его не только на крышах домов, но и на террасах и даже балконах. Старт продаж нового транспорта намечен на мае 2018 года. Предварительная стоимость от 200 до 300 тысяч долларов. Samsung показала странные ношейные динамики, которые услышите только вы. Линейки акустики S-Ray состоят из трех устройств. Фактически эти продукты представляют собой динамики, выполняющие роль наушников, так как их звучание может услышать только один человек – пользователь. Главная идея в том, чтобы люди могли слушать и музыку, и окружающие звуки. Правда, каким образом эта технология стала возможной, и когда динамики выйдут на рынок, разработчики не раскрывают. На рынке гаджетов появилось еще одно необычное устройство – карманный суперлегкий стул Zen. Понадобится всего три действия, чтобы его разложить и получить надежную сидушку. В качестве опорной ножки – телескопическое основание, сидение – прочный сетчатый ремень, а распорки – две половинки внешней части корпуса. У стула также есть упор-наконечник, выполненный из эластомера, чтобы в разложенном состоянии он не скользил. Кроме того, Zen снабжен запатентованной системой из замков, что позволяет легко регулировать его высоту. Трудно поверить, но вся эта конструкция в собранном состоянии весит всего 360 граммов, но способна выдержать вес до 150 килограммов. Цена гаджета – 59 долларов. Первая партия поступит на рынок уже в июне 2018-го. Мощную портативную батарею выпустила компания Moffi. Внешний аккумулятор под названием Power Station AC емкостью 22 тысячи матч способен заряжать современные ноутбуки и другие гаджеты. Кроме внушительной емкости устройство может похвастаться 100-ваттным выходом переменного тока для обычной розетки и несколько USB-портов. По словам представителей компании, полного заряда аккумулятора хватит для обеспечения дополнительных 15 часов работы 12-дюймового макбука. Предварительная стоимость новинки – 200 долларов. Вот уж поистине, кто владеет информацией, тот владеет миром. Это верно. Как и то, что если утром зарядиться двойным эспрессо и получить позитивную установку, то и день будет удачным и продуктивным. За этой самой установкой мы обращаемся к астрологам. Время утреннего гороскопа на Бобруйск – 360. Овен, сегодня вам придется взять в кулак всю свою волю, чтобы преодолеть препятствия на пути. От любовных похождений лучше отказаться, особенно если вы человек женатый. Какое-то неожиданное событие в семье произойдет поздно вечером. Гороскоп не рекомендует сельцу брать на себя тяжесть забот и проблем за других людей. Это подорвет ваш организм морально и физически. Поберегите деньги для того, чтобы купить нечто нужное для дома и не тратьте их на всякую ерунду. Близнецов сегодня ожидают поворотные моменты в личной жизни. Многие из них так кардинально изменят ситуацию, что заставят пересмотреть планы на ближайший год. Если близнецы хотят поняться по карьерной лестнице, то нужно быть максимально собранным. Гороскоп обещает Раку суматошный день, поэтому не планируйте ничего серьезного и масштабного. Самолечение может навредить организму, а также подорвать иммунитет. Возможно, интересное предложение по работе, контракту и поездке в другой город. Сегодня у Льва начинается новая эра в профессиональной сфере, когда он получит задание от вышестоящего начальства. Если откажетесь от скептических замечаний и критики в адрес коллег, то окажетесь на голову выше своих проблем. Гороскоп советует Деве быть осмотрительной во время подписания документов, заключения договоров и переписки в интернете. Вы можете сами себя загнать в тупик, что уже плохо для карьеры и личной жизни. Окружите сегодня себя любимыми людьми, чтобы обрести гармонию. Весы сегодня получат столько новой и лишней информации, что непроизвольно попадут в западню. Помощь придет к вам неожиданно из той стороны, на которую вы никак не рассчитывали. Знаки судьбы в любви позволят весам сделать верные выводы по поводу избранника. Гороскоп обещает Скорпиону массу приятных неожиданностей, которые зарядят энергией на весь день. Следует отставить в сторону устоявшиеся принципы, чтобы не оттолкнуть от себя любимого человека. Не нужно решать финансовые проблемы без предварительного анализа. 8 января стрелец может угодить в ловушку, если с утра начнет копаться в прошлом. Забудьте все, что было, а живите настоящим. Находчивость в финансовой сфере поможет стрельцу вернуть все то, что он когда-то опрометчиво растратил. Гороскоп обещает Козерогу удачу в финансовых делах, что позволит купить необходимое для себя и близких людей. Благоприятно пройдут переезды, продвижение по службе и реформаторские действия в быту. Интриги могут привести Козерога к разочарованиям. Сегодня водолеи ожидают профессиональной удачи и пополнения кошелька. Ощущение собственной значимости позволит открыть яркие перспективы в карьере. Постарайтесь распланировать свой день так, чтобы в нем оказалось место и для отдыха, и для общения с друзьями. Гороскоп предсказывает рыбам романтический день, когда встреча с любимым человеком перечеркнет былые привязанности. В работе будет несколько вариантов реализоваться, но выбирайте то, что реально ведет к перспективам. Вечер принесет рыбам массу сюрпризов. Доброе утро всем, кто только проснулся. Двойной эспрессо все так же греет и бодрит. Вадим, недавно наткнулась на очень любопытную книгу. В ней автор, миллиардер и нынешний президент США Дональд Трамп дает 10 советов тем, кто хочет разбогатеть. Так вот, в списке необходимых условий брачный договор. Это точно. У богатых и знаменитых этот пунктик перед свадьбой обязателен. К слову, в документе прописывают не только раздел имущества, но, ты не поверишь, поведение супруга. Например, Том Круз прописал в договоре, его жена Кэти Холмс обязана была во всем с ним соглашаться, улыбаться ему, поддерживать теплую и радостную атмосферу в семье, что бы ни происходило. Ну, я думаю, что Кэти все-таки знала, на что шла, ведь за каждый год в браке она получала от законного супруга по 3 миллиона долларов. Насколько популярны брачные договоры у белорусов и как его правильно заключать, прямо сейчас расскажут наши корреспонденты. Практика заключения брачных договоров в Беларуси не так развита, как на Западе, но с каждым годом внимания к документу все больше. Это своего рода гарантия, когда семейной сказке придет конец не остаться у разбитого корыта. Как правильно оформить контракт и, главное, какие преимущества он дает. Во-первых, заключить брачный договор могут не только пары, которые собираются связать себя с семейными узами, но и те, кто уже это сделал. А что можно прописать в документе? Права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе и после расторжения брака. Раздел имущества совместного, которое приобретено в период брака, можно в брачном договоре, можно определить некоторые вопросы воспитания несовершеннолетних детей. Чтобы заключить такой контракт, нужно предоставить нотариусу паспорта супругов и свидетельства о браке. Если предмет договора – недвижимое имущество, например, квартира, необходимо предъявить и техпаспорт на нее. Но ведь бывает, что и предметы домашнего обихода делить приходится. В этом случае супруги должны договориться. Описывают это имущество самостоятельно, потому что тут принадлежность не подтвердишь. И оценочку делают этого имущества сами между собой. Получается, именно брачный договор позволяет установить дополнительные критерии справедливости при разделе общего имущества. Но как быть с тем, что было куплено до свадьбы? Нельзя включить в брачный договор имущество, которое приобретено до брака. Это невозможно включить. Либо подарено, либо получено по наследству. Если вдруг уже после заключения договора пара поняла, что не мешало бы добавить несколько пунктов по взаимному согласию, они могут это сделать у нотариуса. Действие документа прекращается после развода. Однако есть еще несколько нюансов, по которым договор могут аннулировать. Мы вскрыли, что это может быть несовместное имущество, либо это были эффективные какие-то сделки, либо умышленно направлено на то, чтобы ухудшить условия второго супруга, одного из супругов. Брачный договор сегодня некая страховка при возникновении споров в браке. С другой стороны, возможно, для кого-то это признак недоверия партнера. Поэтому перед тем, как отправиться к нотариусу, следует взвесить все за и против. Мы приветствуем всех, чье утро начинается с двойного эспрессо. В сети недавно наткнулась на очень любопытный факт. Оказывается, мандариновый сок улучшает память и помогает похудеть. Вадим, ты вот в это можешь поверить? Судя по тому, что в новогодние праздники наши люди этот фрукт едят килограммами, думаю, да. Да, мандарины отлично идут в прикуску к оливье и цезарю. Но вот что действительно помогает привести себя в форму после праздников, так это утренняя зарядка. Предлагаю сделать ее здесь и сейчас. Всем бодрое утро, с вами снова я, Александр Твичко. С нами сегодня Вика и Роман. И сегодня вместе с вами мы проработаем верх нашего тела, а именно пресс. Ну что, начинаем? Хорошо, разворачиваемся и ложимся на живот. Выпрямились, потянулись. Две ноги ставим на пол. Две руки 90 градусов. Планка. Первый подход. Встали. И стоим две ноги вместе. В руках 90 градусов. Пресс напряжен, живот подтянут. Таз параллелен полу. И наш весь корпус параллелен. Ну и по традиции пойдем разберем вместе с вами общие типичные ошибки, которые совершают люди при выполнении данного упражнения. Две ноги ставим вместе, как можно ближе. Таз параллелен полу. В руках 90 градусов. Дышим равномерно. И спокойно. И стоим. При выполнении данного упражнения зачастую люди прогибают наш пресс. Или наоборот поднимают его как можно выше. Или как можно ниже. Мы этого не совершаем, а держим таз ровно параллельным полу. Хорошо. Планка является самым универсальным упражнением, в котором задействованы практически все мышцы нашего тела. Данное упражнение стоит выполнять на время. Для новичков я бы рекомендовал от 10-20 секунд. И каждый день прибавлять по 10 секунд. Максимум не ограничен. Стоите как можно дольше. Выполним второе упражнение на пресс. Разворачиваемся. Сейчас ложимся на спину. Выпрямились, потянулись. Задержали две ноги на весу. Руки за головой. Левым локтем касаемся правого колена. И одну ногу выпрямляем параллельно полу. Делаем скручивание. Одна нога всегда на весу. Локтем касаемся колена. У нас работает пресс. На подъеме на каждый раз делаем выдох. Данное упражнение делаем 20 раз. 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 Это раз. Поехали. Выдох. 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 Раз, два, три, четыре. Данное упражнение сделает ваш пресс всегда крепким, а талия устроена и подтянута. Хорошо с руками взяли вдох. И выдох. Закрутились в одну сторону. Открытой рукой. Утянутся. И противоположные. И еще раз выканчиваем вдох. И выдох. Хорошо. С руками сделали вдох. И руки развели в стороны. Грудь вперед. На встречу счастливому дню. После утренней разминки двойной эспрессо как нельзя, кстати. Да. Тело взбодрили, размяли, а значит разбудили на сто процентов. Будем продолжать в том же духе. Вадим, а ты уже составил планы на этот год? Конечно. Еще в конце прошлого. И уверен, все задуманное сбудется. Между прочим, по мнению астрологов, этот год желтой земляной собаки принесет удачи почти всем. Так-так. А с этого места можно поподробнее? Конечно можно. О том, каким будет 2018 год с точки зрения восточной философии, в нашем следующем сюжете. Согласно восточному календарю, в законные права год желтой земляной собаки вступит 16 февраля. И 12 месяцев будет покровительствовать над всеми. Знатоки фэншуя уверяют, 18-й не обещает быть простым в финансовом аспекте. Немногим новый символ принесет большую удачу. Как обещают астрологи, грядут большие перемены. Но для каждого они будут индивидуальным. Людей, которые в своей астрологической карте имеют знак собаки, дракона, козы и быка. Земляные знаки, знаки земли. Какие могут быть перемены? Это может быть переезд, смена социального статуса, смена работы, смена места жительства. Осторожность стоит проявить рожденным в год дракона. Но пугаться этого не стоит. Советуют лишь присмотреться к окружению и сохранять свою репутацию, избегать экстрима. Вчера дочка у меня спросила, а что, мама, весна уже скоро, дожди все идут и идут, значит подснежники в лесу должны появиться. Вот самой бы узнать, зима в этом году будет в городе или нет. Очень серьезный вопрос и задает твоя пятилетняя дочка. Но что в планах у небесной канцелярии, я не знаю. Но вот точно уверен в одном, зима не зима, если не покататься на коньках. Благо, что это можно сделать, несмотря на лужи за окном. Отличная идея. На выходных отправимся всей семьей в Бобруйск-Арену. А для тех, кто только делает первые неуверенные шаги по ледяной глади, сюжет от нашей коллеги Елены Кутузовой. В прошлых выпусках мы уже научились выбирать коньки и экипировку и познакомились с тренером. А сегодня впервые выходим резать лед. Денис, я как человек, который ни разу не стоял на льду, чему должна в первую очередь научиться? Начинать учиться кататься, это нужно с посадки, для того, чтобы держать свое равновесие и находиться на льду уверенно. То есть делаем вот такое движение. Ноги чуть-чуть пошире, коленочки согнуты, грудь немножко вперед и голова смотрит, глаза смотрят вперед. И вот таким образом, не спеша, мы делаем первые шаги елочкой из стороны в сторону. Раз, два. Раз, два. Короткими шагами. Двигаться нужно плавно и не спеша. Скорость на первых этапах не обязательно. Сначала нужно отточить движение елочкой. Для людей, которые чувствуют себя неуверенно на льду, существуют бортики. Денис, до какого момента нужно оттачивать движение елочкой? Ну, до такого момента, чтобы вы научились держать равновесие и также не доводить себя до падения. После того, как научились делать елочку правильно, можно начинать немного ускоряться. А для того, чтобы ускоряться, нужно разучить элемент переплет. Движение делается опять же в посадочке. И на повороте нога правая, допустим, заходит за левую, а левая возвращается на исходную. Вот таким движением мы делаем поворот. Это называется переплет. Начинаем с того, чтобы, допустим, как удобно в какую сторону, в правую. Ногу ставим крест-накрест. А вот эту ставим рядышком, прихлопнули. Еще раз. Ногу так, а эту рядышком прихлопнули. И это мы будем делать движение по кругу. Раз, два, раз, два. Нога должна быть равномерно другой. При движении ставим. Раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо, вот уже что-то похоже. Правши переплет делают правой ногой, левши левой. Это движение нужно оттачивать до того момента, пока не будете чувствовать себя уверенно. Раз, два. Теперь сначала мы едем. Катимся и делаем переплет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Замечательно. Семь, восемь, девять. Вот это, пожалуйста, у нас достойная ученица. Вы в заявочке на ледниковый период. Денис, ну как долго нужно оттачивать вот это вот движение переплета, чтобы держать равновесие и вот так ездить искусно, как и вы? Это оттачивать надо годами, но это все возможно и реально. Денис, спасибо вам большое за урок. Это было не очень сложно. И сегодня я уже научилась делать правильную постановку ног, правильно стоять на льду и даже разучила новое движение в переплет, называется. Продолжаем просыпаться вместе с двойным эспрессо и заряжать этот день позитивом. Да, в понедельник позитива много не бывает, ведь впереди целая рабочая неделя и целый ворох дел и заданий. Одним словом, полная загрузка. И я отлично понимаю тех, кто только собирается на работу, а уже мысли и мечты о теплом и уютном вечере. Если ваш вечер проходит дома у телевизора, значит наша рубрика «Сериальное настроение» вам придется по вкусу. Сериал «Черные паруса». Жанр драма-приключения. Год выпуска 2014. Страна ЮАР, США. Если вы поклонник корабельных баталий, боев на саблях и пиратской романтики, этот сериал точно для вас. Действие сериала разворачивается в 1715 году, когда пиратство на Харибском море достигло своего апогея. Насл на острове Нью-Проиданс, который раньше был в британской колонии, стал портом для самых известных и опасных пиратских капитанов. Среди них и Джеймс Флинт. Это своего рода база, где морские разбойники пополняют запасы и продают награбленное. Скупкой краденого занимается дочь местного британского чиновника Элеонор Гатри. Вместе с Элеонор Флинт разрабатывает план по обретению острова независимости от Британской империи. Что из этого получилось, смотрите сами. Добавим только, что сериал «Черные паруса» является своеобразным приквелом к роману Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». О ходе сюжетных линий, вашей симпатии к главным героям будут меняться вплоть до конца четвертого сезона. Это и делает этот сериал действительно интригующим. Наш утренний эфир подходит к концу. Надеемся, что этот понедельник пройдет для вас легко и продуктивно. Сегодня двойной эспрессо для вас готовили Вадим Киреев и Настя Зарицкая. Спасибо, что были с нами. Субтитры подогнал «Симон»!